На часах 11.06 и начинается программа «Мужской понедельник». Мужской, потому что ведут его мужчины с большой буквы, я бы даже сказал. Николай Голиков и Владимир Сметанин. Слушай, Николай, как в выходные-то незаметно пролетели, прям вот быстро. Ну, не знаю, я бы так не сказал. У меня были очень насыщенные выходные. А вчера я провел вообще прекрасный день в лесу, поэтому я думаю, что выходные прошли качественно. По собственной воле в леса. По собственной воле, никто мне до него не увозил. Честно говоря, по собственной воле оттуда бы и не уходил. Грибы, ягоды. Понимаете, что наступило, Володь? Наступила прекрасная осенняя, стабильная осенняя погода. Смотришь, плюс 7, плюс 8, плюс 7, плюс 8, без дождя. Меня, признаться, не слишком это радует. Это стабильность, понимаете? Не слишком радует меня наоборот. В лесу прекрасно, в ветра нет. Потеплей бы хотелось, потеплей. Грибы есть, следы медвежьей тоже отдают. Мы с весны, да что там с весны, с конца зимы Надеемся на то, что будет тепло, будет солнце Практически не было лета Потом загадывали желание, хоть бы с сентября Было потеплее, но вот ничего не получается Мне вот эта погода очень В этом плане очень устроила Я тоже своего рода в лесу накануне побывал В лесу людей и в очереди к стоматологу Четыре часа просидел с зубной болью Но благополучно С персональной Зубной болью, но ничего благополучно Завершилось, четыре часа посидел Потом запустили и выпустили И я уже счастливый, пошел дальше Это счастье тоже возникает по разным причинам Желаем вам здоровья и хорошего настроения В эту погоду На мой взгляд, не слишком теплую Она не слишком хороша, но она стабильна По крайней мере Сейчас мы можем знать, что будет вечером Итак, мужской понедельник, чисто мужская компания У нас будет здесь в студии после 12 К нам присоединится уполномоченный По правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардзинова Владимир Валерьевич, как обычно, очень много новостей У него очень много направлений работы И на сей раз мы хотим поговорить о развитии проекта «Право на творчество» Такое неожиданное продолжение под названием «Я повар» Напомним, что в проекте этом участвуют ребята из детских домов, интернатов И их учат разные хорошие люди Разным направлениям, в том числе музыкальному направлению А вот совсем недавно такая новинка в рамках этого проекта Ребята еще и кулинарному искусству стали учать Мне кажется, просто прекрасно, что их учат кулинарным искусствам Во-первых, это интересно Во-вторых, это полезно Практически применимо Все это для того, чтобы они нашли свое место в жизни достойное Ну, я думаю, с местом в жизни все хорошо У наших нынешних гостей У нас в студии Екатерина Митягина Директор Кировского областного дворца молодежи Екатерина, добрый день Здравствуйте Компанию Екатерине составляет Наталья Зорина Директор программы «Ты предприниматель» Наталья, добрый день Добрый день И еще одну вашу коллегу мы поджидаем Это Анастасия Патрушева Пресс-секретарь Кировского областного дворца молодежи Чуть позже она обещала к нам в студию уже зайти Собственно, по большому счету Тоже молодому поколению У нас будет посвящен первый час мужского понедельника Вот мы озвучили уже ключевые слова Программа «Ты предприниматель» Я думаю, что у многих наших слушателей Вызывает определенную ассоциацию Это словосочетание Ну, если, кстати, не вызывает То вы можете проголосовать Да, у нас есть опрос на сайте В нашей группе ВКонтакте Вопрос очень простой Выражение «молодой предприниматель» Какие у вас вызывают ассоциации Или ощущения, да, или чувства И пять вариантов ответа Первый вариант — это уважение Зависть Это уже второй, да Раздражение Ирония Или, ну, ничего, да Никаких чувств не вызывает Мимо проходит Голосовать можно на нашем сайте Кирова.ру Там, кстати, есть еще и видео Трансляции эфира Можете смело заходить И на нашей странице ВКонтакте Вы знаете, на этих двух площадках Лидирует вариант ответа Ничего не вызывает У меня выражение Молодой предприниматель Видимо, равнодушие Какое-то у наших пользователей По 50% И там и там проголосовали Но надо сказать Что, в частности На странице ВКонтакте На втором месте Вариант ответа Уважение То есть все-таки С каким-то пиететом Относится К предприимчивым людям Молодым Итак, программу «Ты предприниматель» Хотим привлечь В очередной раз Внимание К ней Надо напомнить Что программа Это федеральная Она реализуется Уже далеко не первый год С 2011 года Зашла она В нашу область Ну, кстати Вот сразу К Наталье обратимся Директору программы «Ты предприниматель» Давайте напомним Какие-то основные вехи Что было сделано За последние годы Сколько ребят Поучаствовали Чему научились И сколько, собственно Воплотили в жизнь Свои предпринимательские Идеи Мысли И стали полноценными Бизнесменами Насколько эффективна Насколько успешна Программа у нас в регионе В целом Программой Было заинтересовано Более 30 тысяч человек Это те, кто услышали Это сочетание 30 тысяч Тысяч Молодых Это по городу Или по области По области По области 30 тысяч молодых людей Которые услышали Словосочетание Молодой предприниматель Каждый сотый получается Да? Исходя из того Что население Области Чуть побольше Надо считать От молодых Все-таки Не все шмолки Для удобства А то Сумма населения Я почему ее ахнул Думаю Ничего себе 30 тысяч Циферка Конечно Не все Ребята Решили Что это Перспективное Для них направление Но те Кто присоединились К программе Прошли обучение В рамках этой программы Таких ребят Около 3 тысяч человек Каждый десятый Из заинтересовавшихся Да? Из них Вот на сегодняшний день 400 человек Создали свое Собственное Малое предприятие Успешно ведут Свой бизнес Думают о расширении И вдохновляют Своим примером Тех Кто у нас сейчас Подрастает И готов Пополнить эти ряды Но сразу же хочется Сравнить В сравнении С другими регионами Вот эти цифры Кировская область Она в середине Чуглах Это выше среднего Ниже среднего Ну конечно Кировская область Занимает Хорошее место В общем рейтинге Регионов У нас показатели Которые нам устанавливаются Всегда чуть перевыполняются Что в общем Нас всегда Чуть радует А там по каким показателям Этот рейтинг смотрится? Показатели устанавливаются Для каждого региона В зависимости от тех условий На которых приходит Финансирование В регион То есть как-то От числа вовлеченных Молодых людей От числа прошедших Обучения Да вот как-то считается Да рассчитывается В первую очередь Количество вовлеченных Дальше Рассчитывается Какое количество Из них необходимо обучить Ну и потом Показатель Не менее 10% Создавших свой бизнес От количества вовлеченных Заканавливается Для всех 400 А 3000 Это более 10% Да Я даже успел сосчитать А вот это 400 Человек Успешно создавших И ведущих Продолжающих Вести свой бизнес Они чем-то обязаны Программе Как-то отчитываться Сейчас должны Не знаю Цветы, конфеты Приносить Спасибо вам Что дали путевку В жизнь Для них Или все Они вот тоже Полноценные предприниматели На общих правах Нет ну тут вопрос Наверное так еще можно поставить То есть программа Вот эта она дает им Только знания Или она дает им Может быть какой-то Вариант получения Первоначального капитала Или что-то еще Сама программа Вариант первоначального капитала Не предусматривает Но у нас в программе Участвует ежегодно Достаточно большое количество Партнеров Которые так или иначе Помогают ребятам Стартовать более Выгодно С теми условиями Которых нет У ребят Которые не приходили В нашу программу То есть у них как бы Дает возможность Уже как бы выйти напрямую На кого-то Кто может помочь им Финансово И не всегда финансово Ну понятно Как-либо То есть к вопросу К Володиному о том Что там конфеты дарят Или что-то Если там есть Вот эта финансовая Оставляющая Понятно Что в любом случае Вам должны быть Чрезвычайно благодарны То есть они нашли то Что другие ищут с трудом Тоже Есть такой момент Да Ну давайте перейдем Уже к нынешнему этапу К нынешнему Витку так сказать Программы Ты предприниматель Анонсировано уже было На разных площадках Что она Стартовала уже в сентябре И К операторам Да можно так сказать Областной дворец молодежи Как раз таки является Та самая площадка На базе которой И реализуется этот проект Так что уже сделано Ну вот вы сегодня Когда начали Наши разговоры Екатерина Митягина Да Директор Кировского Областного дворца молодежи Я как-то очень всегда Внимательно отношусь к цифрам И вы говорите Что 50% Вот это Ничего не значит Для них Быть предприниматель Я не говорю Люди голосуют Да Таким образом И это конечно Действительно Ну серьезная проблема То есть вот я тут смотрела Когда начали готовиться К этой программе Я посмотрела У нас нет ни одного фильма Который я например Могла Наша Который говорит о том Что показывает Позитивный образ Вообще предпринимателя Да То есть у нас есть там Ну кто такой предприниматель Это новый русский Какой-то Как-то там Нажившийся И так далее Про лихие 90-е годов Пошло Про лихие 90-е годов Это как пошло Так и осталось Дикий процесс Первоначального Накопления капитала И сейчас я действительно Сталкиваемся с таким С такой сложностью Что не всегда там Молодежь говорит Я хочу быть предпринимателем Да Вот И у нас также есть Целая серия Социологических исследований Различных И почему молодежь уезжает Из Кирова Они говорят Мы не можем найти Работу в Кирове Да Здесь есть такая Удивительная Уникальная Я считаю Программа Когда мы можем Говорить о том Что человек может Сам открыть Свой бизнес Свою Ну даже не то Что свой бизнес Да То есть он может Пообщаться с успешными Предпринимателями Он может подключиться К их бизнесу Каким-то образом То есть мы предлагаем Им варианты Где можно В Кирове Найти хорошую работу И реализовать Какие-то свои идеи И мне кажется Вот это такая Главная Не просто хорошую работу А самому стать Сам себе работодатель Можешь либо сам стать Предпринимателем Либо наоборот Среди вот этих людей Пообщавшись Которые с тобой вместе Да Можешь просто к ним Присоединиться Либо у них получить себе работу Потому что очень многие Из них ведут Сами занятия Теперь то есть Программа уже 7 лет существует Вот этот 7 год И многие из них Уже ведут занятия И показывают Успешный свой бизнес Который получился После того Как прошли обучение По этой программе Поэтому я думаю Что для людей Это такой Для молодых людей Это такой старт Который может стать Очень успешным И вот то Что еще Имеется возможность Потом пообщаться С потенциальными инвесторами Их бизнеса Да Это тоже Мне кажется Таким плюсом Программы является Что уже в сентябре Реализовано Какие сейчас Зачатки Задумки Прошли обучение Уже школьники То есть Программа состоит Из нескольких пунктов Сейчас прошли Обучение школьники Вот Также им Они Им читали лекции Известные очень Спикеры Наши Кировские И Из других регионов И вот сейчас Они подготовили Макет своего бизнес плана Возможного бизнес плана Который будут Представлять Перед теми У кого есть бизнес И мы говорим Что очень важно Чтобы Ну Чтобы школьники Уже сейчас Уже вот С этих малых лет Попробовали Какие-то свои бизнес идеи Реализовывать Да Мы понимаем Что есть там сложности Есть какие-то Что-то у них Не всегда получается Но Посмотрели некоторые идеи Я была например Приятно удивлена Да То есть там Что сейчас предлагается Поэтому я думаю Что конкурс проходит Очень интересно А давайте поподробнее Уже про школьников Поговорим Я хочу с школьников Как раз Немножко переспросить Ладно хорошо После небольшой Небольшая пауза И подробно уже Программа Ты предприниматель О том как она реализуется В нынешнем году В нашем регионе Мы на эту тему Говорим с Екатериной Митягиной Директором Кировского областного Дворца молодежи Пресс-секретаря Дворца Анастасия Патрушева К нам присоединилась И еще одна наша гость Наталья Зорина Директор программы Ты предприниматель Итак Сейчас в перерыве Как раз таки Развучали слова от Натальи Мы оказывается Были пилотным вообще регионом Где школьников Как раз таки Задействовали Работа со школьниками В направлении предпринимательства Ведется уже Не первый десяток лет Это целая серия проектов Реализованных бизнес инкубатором Была в свое время Это и вятский экономический лагерь И олимпиады различные По предпринимательству И когда в Москве Заинтересовались этим опытом Поняли что действительно Надо начинать не в 18 лет А гораздо раньше формировать у ребят Своё отношение к предпринимательству Целый блок Посвященный Вовлечению школьников Предпринимательства Появился в этой программе И в этом году Он был структурирован Выстроен И он в этом году У нас реализуется По трем основным этапам В начале ребятам Все области рассказывали На открытых уроках Кто такие предприниматели Они воочию увидели Что действительно эти люди есть Что они действительно молодые У них прекрасные Успешные бизнесы Состоявшиеся И у них нет золотых цепей У них нет золотых цепей Это вполне адекватные Положительный образ Как раз При позитивной Адекватные Позитивные Успешные Довольные жизнью Имеющие Кроме любимого дела Еще массу свободного времени На свои хобби Вот таких успешных предпринимателей Мы показали ребятам В этом году А школьники Какого возраста Это молодежная Предпринимателей Это старший класс И с 14 лет Мы начинаем работать С ребятами То есть проводят Открытые уроки А вот в саму программу Кто-то попадает Кто хочет Или как происходит Ребята которые заинтересовались Они имели возможность Заполнить заявку И прийти к нам На обучающие курсы Которые состоялись В прошлую пятницу Во дворце молодежи Прийти так сказано По всей области Проходили вот эти уроки И тем не менее Нам ребята Из Подосиновского района Ребята из районов приезжали Это Анастасия нам помогает Подосиновец Еще какие районы Есть интерес У ребят Организовали приезд Подосиновский район Да Приехали Сами организовали Мы в принципе Готовы были принять всех Но вот Самое удивительное Что самые дальние районы Проявили Самый большой интерес Сколько вообще было У нас задача была Собрать 50 человек Чтобы с ними Качественно отработать Ну получилось Да То есть В основном кировские Все таки были В основном были кировские Ребята А учебные заведения Кировские Такие профильные Там экономика правовой Или обычные школы Не было какой-то установки Ребята проходили Молодые предприятия Из самых разных школ Были даже такие школы Где было несколько команд От них заявились Больше людей Поэтому у нас Ограничений не было Вообще по области Мы еще проводили Онлайн уроки То есть Не только в школу Приходили Но и удаленные Все это И использовали Эти ресурсы У нас порядка Более 500 школьников Мы по всему региону Такими вот онлайн уроками Охватили А вот вы говорите Настя Несколько команд Они как бы Не поодиночке что ли Появлялись Командами какими-то Да Участники могли Заявиться сразу Командами То есть Кто-то их заразил Какой-то бизнес-идеей Либо это все Родилось у него В группе И они приходили На обучающий курс Сразу командами Работали в командах Те кто заявился По одиночке Мы по схожести Вот этих бизнес-идей Их Они обязательно При регистрации Должны были указать Это описание Этой бизнес-идеи Мы их объединяли В группы Чтобы им работать Было удобнее В том числе Именно по схожести Их задумки бизнеса И работали Они уже в группах Работать удобнее Потому что Была практика То есть Наши молодые предприниматели Не только рассказывали им Но и Просили что-то сделать То есть Генерировать бизнес-идею Проверить ее На жизнеспособность Уже что-то просчитать Уже что-то спланировать В группе Конечно Это делать Во-первых Интереснее Во-вторых Эффективнее И на этом Отборочном этапе Отобрали 50 школьников Уже заметны Такие вот звездочки С своими идеями Какими-то перспективными Конечно Заметны Заметны Сейчас Потому что не секрет Что ребята И в подростковом возрасте Они так или иначе Пробуют себя Уже в каких-то Предпринимательских вещах Ну там в теневом Предпринимательстве Очень многое заняты Скажем так В легальном теневом Предпринимательстве Не будем Это неплохое Это нормальное Легальное В общем есть такие Есть такие Мы буквально В ближайшую субботу В рамках деловой игры Уже сможем Наверное даже Рассказать Области о том Кто наши будущие Большие звезды Которые Сейчас уже Школьникам нельзя Присоединиться Все уже отобрали Вот просто сейчас Кто-то нас услышал Например Может в субботу подойти В рамках этой деловой игры Присоединиться нельзя Но программа Реализуется каждый год Мероприятия для школьников Проходят Каждый год И не только в этот Осенний период Мы планируем в этом году С ними работать Но и дальше погоду Соответственно Есть возможность Посмотреть наши онлайн уроки Есть возможность Оставить заявку И мы с такими ребятами Будем прекрасно дальше работать То есть можно через сеть Оставить заявку Конечно Они будут оповещены Когда и куда появится В течение года Да Либо на своих двоих Прийти в областной дворец Дворец молодежи Красноармейского 19 Собственно Там могут подсказать Итак Работы будут писать Сейчас К следующему этапу переходим Школьники Бизнес-идеи Выпочат на бумаге И представлять инвесторам Нет Школьники не будут представлять инвесторам Они будут представлять жюри Вот тот проработанный бизнес-план Который у школьников В 11-10 классе появится Уже на руках Они будут защищать Защищать в команде Кто из них Какую роль выполняет Насколько это прибыльно Насколько это актуально Именно в нашем регионе Именно в этой экономической ситуации И вот они будут это представлять Экспертами жюри Кто входит в жюри Это организаторы Это молодые предприниматели Спикеры Которые с ними работали Уже два этапа И это руководство программы Там кто-то из чиновников Областных Городских Отвечающих Ну Наталья Зорина В первую очередь Как директор программы Понятно Хорошо И когда уже станут известны Как раз такие итоги По школьникам 30 сентября Состоится награждение В рамках старта программы Чем будете награждать? Мы привлекаем партнеров Это пока секрет Сюрприз для ребят Видимо известные предприятия Какие-то наши У нас есть молодые предприниматели Которые поддерживают программу Во-первых они из нее вышли Это успешные ребята Которых мы провели Обучили Оказывали им Юридическую, бухгалтерскую поддержку В рамках программы И они в этом году В программу вернулись И многие из них работают Вот именно со школьниками Так как эта аудитория им интересна Они являются в том числе И спонсорами Призов, подарков Для участников Для участников Это дополнительная мотивация Для нас Это возвращение Наших же предпринимателей К нам в программу Что является подтверждением того На различные региональные крупные мероприятия И направлять на Межрегиональные Различные форумы Конференции То есть вы в любом случае С ними находитесь В контакте Мы в любом случае Их не бросаем Помогаем То есть они могут К вам и за помощью обратиться Да, мы помогаем им решать Те вопросы Которые у них возникают Уже в действующем бизнесе Что дальше-то С ребятами-школьниками Вот 30-го числа Пройдет награждение И? Ну, во-первых Они смогут Жизнь? Именно 30-го числа Школа по-прежнему Что с ними будет? Ну, у нас есть, кстати Примеры бизнесменов В том году У нас было мероприятие Для школьников Называлось Мой первый бизнес Как я заработал первые деньги Мы приглашали к ним ребят Которые начали свой бизнес Легально именно в школе Ну, они там Либо где-то родителям помогали Либо уже что-то сами организовали А что это за бизнес? Это интересно Ну, мы очень многих приглашали Ребят, он совершенно разный Например? Ну, условно Это может быть хендмейт Которые ребята делают Сделали своими руками И реализовали Ну, реализация Сейчас вот Я посмотрела Когда был конкурс Очень много различных Интерактивных идей Мультимедийных выставок Всевозможных Которые можно организовать Много идей Связанных с Любовью к родному краю То есть Каким образом Можно представить Нашу область Ну, на другом уровне Уже на каких-то Бизнес-площадках И так далее Вот Мне это кажется Интересно Школьники, они, знаете Они добавляют Такую новую Совершенно инновационную Струю Во все наши проекты А их темы Вот их проекты Они как-то защищены Не может такого быть Что вот я пришел У меня супер бизнес-идея Пока я учусь Смотришь, ее кто-то другой Уже реализует А это и в жизни бывает Поэтому и нужно С самых ранних лет Начинать именно эту идею Реализовывать А мы готовы помочь То есть вот сейчас Даже на базе дворца Есть такой площадка Калоркинг-цен Где могут ребята общаться Обсуждать Приходить Общаться с Своими партнерами Какими-то То есть все это В таком свободном доступе Мы оказываем Всяческую консультативную помощь Я думаю, что здесь будет полезно Ну, кстати, судя по этим работам Можно составлять Некую картину Некий пейзаж Того, что сейчас интересно Молодому поколению Как оно видит Вообще себя в этом мире Да? Вот для вас Что это за картинка? Опишите, пожалуйста Какие они? Какие они? Молодые Предприниматели Потенциальные Мне кажется Что они такие Достаточно разные Да? И Очень много там Например, у нас проблем Сейчас Да? То, что именно Что вот я это хочу Но проблема Например, с составлением Бизнес-плана Проблема С составлением Вообще Ну, с выведением Своей идеи Вот То есть А доведением идеи Которая имеется У ребят До результата Да? До конечных По-моему В любом возрасте Сталкивается С этой проблемой Да-да-да И поэтому я очень рада Что ребята Вот, которые сейчас Хорошие идеи покажут 30-го у нас С одной стороны Мы по школьникам Награждение проводим Но сразу же Начинается старт Новой программы С известными спикерами Которые помогут Именно Довести эту программу Вот эту идею До какого-то Логического завершения Вообще у нас 30-го открытия программы Да Предприниматели Вы приглашены Спасибо С нас бизнес-идея Или как это Конечно Конечно Вы можете А там какие Возрастные ограничения У нас Если хотите стать Участником программы С 18 до 30 Если хотите Принять участие Как партнеры Добро пожаловать У нас Выступит Владимир Якуба На открытии Это Поясните пожалуйста Владимир Якуба Это один из самых Лучших бизнес-тренеров России Один из самых Грамотных хэдхантеров И по продажам Со сцены Я думаю В принципе Бизнес-сообщество Будет интересно Послушать этого тренера По-моему Не только молодым Будет интересно Не только молодым Он будет давать Четырехчасовой Бизнес-интенсив Четыре часа Где во-первых Участники Которые станут Станут участниками Образовательного курса Программы Это предприниматель Немножко совсем другой проект Они смогут Свою бизнес-идею оценить Так как Школьники тоже будут Присутствовать На этом мероприятии Даже после защиты Уже оценить Свою бизнес-идею У федерального тренера То есть Мне кажется В принципе Даже в школьном возрасте Войти И оказаться На таком мероприятии Бизнес-характера Это очень интересно Это очень может Замотивировать Если из 50 Там даже 5-10% Из них Там 18 лет Откроют свой бизнес Это будет Очень большим плюсом В первую очередь Для них Для региона И для программы В том числе Наталья Ну вы не первый год Уже в теме Как ребята Перед защитой Они прям вот Трясутся Очень волнительно Для них Они Полностью С осознанием Этого всего Подходят Мне кажется Там педагоги Больше даже Волновались Ребята уже Живут своей идеей Им интересно О ней разговаривать Им интересно Слушать Что о ней думают Другие люди Ребята Педагоги Эксперты Поэтому они С удовольствием Рассказывают Причем Некоторые Ребята Не готовы Были объединяться В команде Они говорят Вот у меня Есть такая идея И я хочу Сам лично Ее реализовывать Настолько он горит И настолько он Хочет нам Ее представить И вот это Мне тоже Показалось Очень интересным Тут же еще Важная Очень задача Не сломать Не надломить Ребенка Подросткова Который По каким-то Критериям Не прошел И так далее Сильно Расстраиваются Когда Что-то Не получается Ну это игра Всегда Игра все-таки Всегда есть В игре Победители И есть Тех Кому Есть над чем Подумать Члены жюри Всегда дают Такую обратную связь Которая мотивирует Улучшать свой бизнес план Если ребята Не сделали это Ну вот К финалу Деловой игры У них есть Огромный стимул Продолжить И если они Действительно Этим бизнес планом Заинтересовались То продолжить Его улучшать Искать какие-то Обучающие моменты И какие-то Подкасты Слушать Опять же Этих же Спикеров Искать То есть Дальше развиваться В этой сфере Деловая игра Это всего лишь Действительная игра Главное Нас Их замотивировать Это еще не приговор Конечно Но это хороший опыт Тогда когда ребята Начнут Уже реальное Какое-то свое дело Они будут Иметь этот опыт И будут иметь Это преимущество Анастасия Патрушева Наталья Зорина И Екатерина Митягина Те, кто дают Так сказать Путевку в жизнь В нашем регионе Молодым предпринимателям У нас сейчас Небольшая реклама После чего Продолжим нашу беседу Желающие стать предпринимателями Здесь и сейчас Слушайте нас Во все уши Екатерина Митягина Наталья Зорина И Анастасия Патрушева Говорим о программе Ты предприниматель И сейчас В оставшиеся минуты Все-таки Сосредоточимся На более старшем поколении Уже не Не на школьниках Которые там Могут принимать участие Еще раз В возрастные рамки Обозначим Программа Ты предприниматель Рассчитана на Людей до 30 лет До 30 До 30 Включительно Да До 30 Включительно Важное уточнение Целый год Итак Что на этой неделе Уже Что в ближайшее время Будет для Людей этого возраста Семинары Обучение Тесты На этой неделе Стартует Самая главная часть Программы Это программа Обучения Но Ее предваряет Этап отбора Традиционно Программу Мы отбираем Тестированием Тестирование у нас Разработано Федеральным агентством По делам молодежи Мы его используем Оно из года в год Одно и то же тестирование Оно немножко меняется Но тем не менее С чем это связано Это связано Или это федеральным Надо задавать вопрос Это связано с тем Что меняется Сам образ молодого Предпринимателя Меняются молодые люди Меняются их Взгляды на жизнь И их возможности Компетенции А вот это тестирование Насколько так условно Важно То есть Человек мало ли Там где-то Не очень хорошо прошел То он отсеивается Стопудово У ребят всегда есть Второй шанс Попробовать войти в программу Как раз для этого Придумано собеседование Где ребята смогут Защитить Презентовать Отстоять свою бизнес-идею И доказать Что именно они должны Стать участниками Образовательной программы Тестирование только В очной форме проходит? Тестирование проходит Онлайн Онлайн Оно в этом году Впервые заведено На общий Федеральный ресурс Сайт Роспредприниматель Точка РФ Все предприниматели Все будущие Молодые предприниматели Всей страны Участвующие в программе Заходят в этом году В программу Через эту входную точку То есть получается так Что итоги Собственно тестирования Подводятся Где-то в едином месте Каждую неделю Сейчас гораздо чаще Мы просим выгрузку И можем посмотреть Насколько активно У нас ребята Проходят тестирование Для примера Можете несколько вопросов Задания озвучить Чтобы так понимать Нет? Оно идет более Такое психологическое Во-первых Для предпринимателей Очень важно Самоорганизация Мотивация Да Какие-то все-таки Психологические склонности Поэтому это больше Психологическое тестирование И как такой Хороший качественный тест Он Там нет таких вопросов Ну очевидных Бывает же такое Что проходишь тест И явно там Что если ты ответишь На этот вопрос Они тебе это выдадут Воровали ли вы когда-нибудь? Да нет Нет Но такие вопросы Тоже скорее всего Возможные Провокационные Провокационные Опаздываете ли вы Когда-нибудь? Вы все еще пьете Коньяк по утрам? Тестирование Четыре блока В себе содержит По профориентации Мотивации И так далее И у участника приходит Очень хорошая Подробная характеристика Там Все ли у него Там хорошо Вот именно Если он там Пойдет в эту программу Может быть ему Чего-то не хватает На что-то стоит Обратить внимание Либо именно в обучении Сделать акцент Вот на эту Свою сторону Да Тестирование Тестирование довольно-таки Обширное Но занимает Совсем немного времени Буквально 15 минут Ответ сразу же? Ответ сразу же Не дает однозначный ответ Там Вы не подходите Нет такого Что вы не будете Предпринимателем Там Вам противопоказано По итогам Очень четкие рекомендации На что обратить внимание Насколько вы готовы К созданию бизнеса И по итогам Все будут проранжированы И уже Список определенный Он будет составлен Уже автоматически Пока все не прошли Тестирование Мы не можем сказать Что кто-то уже точно Прошел в программу А кто-то нет Еще раз напомните Собеседование Есть вариант Да Роспредприниматель Точка Роспредприниматель Точка А собеседование Уже проводится Силами Так сказать Нашими А на собеседование На что внимание Обращается больше Оценка бизнес-идеи Оценка Заинтересованная Степень готовности Там есть определенные критерии Так Внимание Нужно с бизнес-идеей идти Без нее Это всем надо идти Мы понимаем прекрасно Что участники В процессе обучения Могут Либо бизнес В какой-то другой вектор Повернуть Направить Скорректировать Скорректировать Выбрать совершенно Другую сферу Которая более актуальна Присоединиться К кому-то У кого бизнес-идея Более жизнеспособна Мы это прекрасно понимаем Но вот Вхождение в программу Да Желательно Чтобы бизнес-идея была Потому что Все же Идти Обучаться нужно С целью То есть уже Знания получаемые На некий Остов На некий позвоночник И сразу их прикладывать Сразу прикладывать На свое дело Ну хорошо Ну прошли мы с тобой Тестировали Прошли мы с тобой Собеседование Ну предположим Что нам меньше 30 Вот А дальше Вот как вот Происходит все это Дальше ребята В течение двух месяцев Будут собираться Большие А все кто участвовал В этом Или какой-то еще От всех происходит После этого Все кто прошли Отбор То есть все кто прошли Тестирование И собеседование В ком Эксперты увидели Перспективу В ком Эксперты увидели Желание начать Здесь и сейчас Мы Может быть В предыдущем блоке Неверно выразились Бизнес-идея Конечно Интересная Важна Но если ее нет Это не значит Что вы не можете Проходить тестирование И не можете Прийти в программу А там есть Какое-то число Участников программы Условно говоря Там 100 человек Вот не одним больше Мы наберем Не менее 450 470 человек И будем с ними Работать В течение двух месяцев То есть такого жесткого Что вот столько И все А ты уже не попадаешь Нет Если мало ли Человек еще Подходящий Он будет условно говоря 471 Если у человека Горят глаза Мы придумаем Каким образом Его включить в программу Запомните Надо Чтобы горят глаза Прежде чем Еще заполнять заявку На участие в программе Мы предлагаем Участникам Выбрать образовательный курс У нас в этом году Таких 4 бизнес-курса По разным совершенно сферам Это производство Сфера услуг Сервис туризма И бизнес по франшизе То есть участники Попадав в программу Сразу выбирают В какой сфере Бизнес им интересен Ну достаточно Обширные такие блоки Так практически Да И что дальше Пройден тест Пройдено собеседование Два месяца Вот этого интенсива Они создают бизнес-план Проработанный хороший Который готов к реализации И Одно из этих Двух месяцев Как раз Идет Они постоянно работают У нас должно быть На выходе Примерно 150 человек Которые Предложат свой бизнес-план То есть Чтобы И потом Уникальный Не похожий В остальных 149 В рамках Вот этих 4 направлений Которые обозначены А там что-то вроде Программа Антиплагиат Нет такого Чтобы мало ли Там из другого города Какой-нибудь бизнес-план Мы будем обязательно Стараться смотреть Чтобы Это одно из требований Чтобы они были уникальны Эти бизнес-планы И потом По результатам Уже надо будет Чтобы Определенный набор Определенное количество Предпринимателей Открыли свой бизнес Уже на основе Этого бизнес-плана Ну и потом Сама жизнь является Таким Антиплагиатом Потому что Бизнес Который Можно открыть В Амутнинске И бизнес Который Создается в Кирове Это в общем-то Два разных бизнеса Даже если они По-одинаковому называются Не, ну понятно Но скажем Бизнес, который может быть Там в Ижевске Бизнес, который в Кирове Они могут быть идентичны И тем не менее Также разные бизнесы План-то Ну может быть Можно переписать Тихонько Пожалуйста Ребятам все равно Придется просчитать его Адаптировать К тем условиям Которые у нас В регионе существуют И защитить Большой беды в том Что они будут Чем-то похожи Другие планы Абсолютно нет Чтобы он был привязан К нашим условиям К нашим Реалиям К специфике Нашего региона Города Да Так и далее По прошествии Этих двух месяцев По прошествии Двух месяцев Ребята Будут приглашены На инвестсессии И смогут А так звучит Инвестсессия Это что такое Инвестсессия Видимо встреча Уже с непосредственными Деньги С теми Кто смогут Реально помочь С начальными Стартовыми Финансовыми Условиями То есть им надо будет Убеждать Эти люди В том что Наши планы Именно стоят Того чтобы Им действительно Нужно будет Убедить Им действительно Нужно будет Заранее Все хорошо Просчитать Рассчитать Все свои риски И не только Свои риски Но и риски Тех инвесторов И убедить Тех людей Которых мы Соберем К этому моменту В том что Все реально А там Эти бизнессессии Они проходят В таком формате Как бы официальном То есть Кто-то там Со сцены выступает Или есть возможность Неформального общения С потенциальными Инвесторами У них будут Возможности Неформального общения То есть Не просто так Вышел Доложил И ждешь потом А вот можно еще Попробовать Глядя в глаза Кого-то убедить Будет Дальнейшая работа Двух людей Одного с идеей Другого С деньгами Им в любом случае Нужно будет Совпасть Договориться И договориться Поэтому Им нужно будет Найти себе Того человека С которым дальше Они будут Продуктивно работать А поиск инвесторов Он как раз таки Сейчас идет Или есть какой-то Список Костяк Традиционно Из года в год Нет Такого списка нет Мы сейчас Как раз Работаем над тем Кого мы пригласим К ребятам В начале декабря Позвольте поинтересоваться Сложно эта работа Искать людей Человека Который Выслушает Еще и поможет Еще и нас Заинтересуется Многие инвесторы Они в принципе Сами уже изначально Заинтересованы Они обращаются Потому что Действительно Им нужно отобрать Людей С которыми Они могут работать Найти тех звездочек Которых они могут К себе пригласить На работу Помочь ему В реализации Какой-то идеи Может быть Совместный Какой-то бизнес Сорганизовать Поэтому Конечно Сложен поиск инвесторов Но с другой стороны Я смотрю Что заинтересованность Достаточно высокая В этом вопросе Чем руководствуются Эти люди Они-то что получают Кроме удовлетворения Того Что они Нашли Инвесторы Вкладывают финансы С определенной Перспективой Они получают Новое направление Своего бизнеса Либо Либо отдельный Какой-то Отдельный Свой бизнес Это очень разные Условия Они же на дороге Неинтересны Идеи не валяются То есть Человек Как бы Вкладывает Деньги В интересную идею И получает В итоге С нее И получает Еще заинтересованного Человека Который сам Тоже хочет Ее реализовать Который сам Который потому Что реализует Интересно Интересно А если так Посмотреть назад По годам Реализации Программы Ты предприниматель Все идеи Все эти встречи С инвесторами Они благополучно Существуют Работают И сейчас У нас есть такие Могут пути Инвесторы Разойтись Где-то С автором Бизнеса Здесь конечно Уже зависит Есть история успеха Есть и практика Того как Предприниматели Инвесторы Расходятся Уже не в программе За ее пределами По разным причинам Но есть и такие Примеры Когда у нас Участники программы Ты предприниматель Ездили в другие регионы И получали финансирование От инвесторов Всероссийского уровня А реализуют Бизнес Здесь у нас В регионе Эти истории Есть Все эти предприниматели Вот так же К нам В программу Возвращаются Тоже Как об этом Говорили уже Время Тем самым Тем временем У нас уже Не остается практически Благодарим наших гостей Мы говорили О программе Ты предприниматель Все кто заинтересовался Данным направлением Вы можете искать Соответствующую информацию В интернете Очень легко Ее можно обнаружить Либо обращаться Непосредственно В областной дворец Молодежи Собственно программу Мы постарались Созвучить Те этапы По которым Будет Эта программа Реализовываться В ближайшее время Благодарим наших гостей Екатерина Митягина Наталья Зорина И Анастасия Патрушевна На этом первый час Мужского понедельника Завершен Далее у нас новости И другая тема Уже после 12.05 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok